Такие машины заправляются примерно одинаково. Заправляю сюда в направляющую, сюда провожу, поднимаю вверх, зацепляю за нитепритягиватель и здесь внизу также завожу за направляющую и вставляю нитку в иголку. Так, иголку, иголку хотел поменять, потому что ну такая иголка просто поставлю хотя бы хоть немножко потоньше. Так, вот здесь вот есть иголка на 100, производство тоже самое, называется из-под топора. Не очень мне это нравится, ну ладно. Еще хотел здесь вот лапка побитая, лапка побита иголкой, причем очень сильно, вот прямо зазубренный. Здесь конечно нужно убрать алмазным надфилем, потому что ниточка попадет на заусенницу и сразу же обрежет. И получится обрыв нити. Так вот, зачищаю переднюю и заднюю сторону. Аккуратно и вот так вот краешки, уголки чуть-чуть, чтобы там не было остроты. Так, ну в принципе здесь все. На иголке есть длинный желобок, вот от самой колбы и до отверстия. И вот короткий желобок, вот он, короткий желобок выше отверстия иголки. И вот это вот заточка на колбе. Значит длинным желобком ставим к себе. Заточка на колбе и короткий желобок ставится от себя. И вставлю до упора вверх. Затягиваю. Так, все. Так, заправляем нитку. Вытаскиваем. Так, вот нитка тянется, верхняя свободна, видите. Опускаю лапку и нитка затянута. Она уже не тянется, видите. Прямо иголка гнется. Значит, все отлично. Ну вот еще у меня спрашивают, как штопкой заниматься на такой машинке, на которой нет включения-отключения зубьев. Обычно вот здесь вот или на задней стороне есть включение-отключение зубчатой рейки, чтобы рейка не продвигала. Есть такая пластина, которая вставляется в игольную пластину вот направляющей. Это делается вот так вот. Взяли, поставили и все. Вот. И зубья наши уже они под низом, и они не будут продвигать материал. Значит, сюда тогда ставите лапку для стежки, для вышивки там. Вот такая система здесь. Закрыли. Так, ну и наши виды строчек. Значит, вот эта вот верхняя часть, это у нас петли.